Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События среды в репортажах наших респондентов. Главные новости. В Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева открылся пункт вакцинации. Прививку могут сделать не только студенты и преподаватели, а также и их близкие родственники. Стараться быть ближе к людям и оказывать почтовые услуги качественно и оперативно. Республиканское управление почтовой связи заняло восьмое место по России за проявленный профессионализм. За чей счет этот праздник жизни? На две недели забросить мобильники, не поглощать чипсы и колу, а просто лазить, мчаться на велосипеде, изучать природу в увлекательных походах. Мороженое, прохладительные напитки и тенистые парки. Как спасаются жители Карачаевой-Черкесии от 40-градусной жары? И начнем выпуск с вести из оперативного штаба. Сегодня в Карачаевой-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 21 811 человек. Из них 20 543 выздоровели, 581 госпитализированы. В нашей республике в настоящее время привились более 80 тысяч человек. Для облегчения данной процедуры во многих районах открываются пункты вакцинации, один из которых появился в Карачаевой-Черкесском университете имени Умара Алиева. Подробности у Аслана Гирюгова. В этот непростой период неблагоприятной эпидемиологической обстановки КЧГУ имени Умара Алиева принимает меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. При ВУЗе открылся пункт вакцинации от COVID-19. Цель, чтобы преподаватели и студенты не стояли в очередях в больницах во избежание распространения коронавирусной инфекции и не отвлекались от работы и учебы. Пункт вакцинации работает таким образом. Собирается некоторое количество желающих сделать прививку и в определенный день приезжает бригада врачей Карачаевской центральной городской больницы и проводят данную процедуру. Помимо этого, они также отвечают на вопросы студентов и работников ВУЗа. У нас в университете открылся пункт, где делают нам бесплатные прививки. И вот сегодня я первый день привилась. Через 21 день еще будут делать вторую прививку. Чувствую себя, конечно, хорошо. Но вот в целях, в таких целях, чтобы самой не заразиться, не заразить близких, родителей. Я не знаю, вот мы тут работаем в основном со студентами. Я вот преподаю психологию и постоянно тесно общаюсь со многими людьми. Поэтому я решила привиться, чтобы не заразить никого и самой не заразиться. Такое решение, по мнению руководства университета, должно обезопасить людей, решивших сделать прививку. Также пройти вакцинацию могут и близкие родственники сотрудников и обучающихся госуниверситета. Для того, чтобы сделать прививку от COVID-19, при себе обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС с тем, чтобы получить электронные сертификаты вакцинации. Те, кто уже решил пройти процедуру, предварительно должны позвонить по номеру телефона 8-928-028-0642. Сегодня я пришел добровольно на вакцинацию против этой чумы, заразы COVID-19. Дорогие братья и сестры, я вас прошу вакцинироваться. Это очень легкая процедура и будет все нормально. Мы эту чуму должны победить все общими силами. Несомненно, привиться или не привиться – личное дело каждого человека. На данный момент существует уже три вакцины от COVID-19. Врачи отмечают, что перед тем, как сделать прививку, необходимо проконсультироваться у своего участкового терапевта, ведь у кого-то могут быть определенные хронические болезни. Аслан Гирюгов, Рустам Куштеров, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Ближе к людям, идя в ногу, со временем Управление почтовой связи по Карачаевой Черкесии заняло восьмое место по России за проявленный профессионализм в оказании почтовых услуг. Несмотря на то, что 2020 год был сложным из-за пандемии, работники почты продолжали свою работу, доставляя необходимую корреспонденцию жителям республики. Об итогах работы Управления почтовой связи и новшествах расскажет Алихан Лепшоков. Несмотря на то, что ушедший год был сложным из-за пандемии, работники почтовой связи продолжали оказывать свои услуги жителям республики. Каждый из почтальонов был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, в почтовых отделениях были установлены защитные барьеры, что позволило обезопасить работников. Директор Управления почтовой связи по Карачаевой Черкесии Ахмат Лайпанов отметил, что помимо оказания почтовых услуг, очень даже были востребованы различные интернет-сервисы, которые позволяли жителям, не выходя из дома, получить свои посылки или корреспонденцию. Трудный момент, чтобы люди меньше посещали наше отделение связи. Нами была организована доставка писем на дом. Это участок курьерской доставки, который по вызову телефону они приезжали, забирали. Они также могли привезти посылки на дом. Вот эта вся услуга, которая в 2020 году была востребована, и она... Вот ими пользовались все наши клиенты по Карачаевой Черкесской республике. Эта услуга не только в городе Черкесске была, эта услуга была по всей нашей республике. Важно отметить, что работники Почты России, помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, активно принимали участие в различных конкурсах. Так, совсем недавно прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор почтовой связи», где победителем стала Валентина Черкашина, оператор отделения почтовой связи поселка Минногорский. А на северокавканском этапе данного конкурса она также одержала победу, и руководителем почтовой связи республики была отмечена сертификатом и значком «Лучший оператор связи». В первую очередь я хотела бы поблагодарить руководство Почты России в лице генерального директора Почты России Акимова Максима Алексеевича, в лице директора Макрирегион Северный Кавказ Муратова Сергея Анатольевича, в лице директора ФПС Карачаево-Черкесской республики Лайпанова Ахмата Магомедовича за организацию и проведение подобных конкурсов. Я считаю, что это лучшая мотивация в нашей работе, такие конкурсы. «Мы стараемся быть ближе к людям и оказывать почтовые услуги качественно и оперативно», отмечает директор управления почтовой связи по Карачаево-Черкесии Ахмат Лайпанов. Но самая высокая оценка в работе почтальона – это благодарность и удовлетворенность наших клиентов, заверяют почтальоны. «Не первый раз я хожу в это отделение, очень часто общаюсь с девочками. Я думаю, это одно из лучших почтовых отделений связи в нашем городе. Очень отзывчивые, добропорядочные девчонки, помогают во всех. Что могут, что не могут, все равно помогут. Особое отношение у них хорошее к старшим людям. Большое им спасибо». Можно сказать, что сегодня управление почтовой связи развивается и идет в ногу со временем, продолжая также профессионально выполнять свои обязанности. Аляханепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня, пожалуй, самый жаркий день лета, а на завтра синоптики обещают долгожданный дождь. Давайте посмотрим прогноз погоды. В Карачаево, Черкесии кратковременная дождь и гроза, днем в отдельных районах сильный дождь и град. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 15-20, в горах 9-14, днем 23-28 и в горах местами до плюс 21. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременной дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Жаркие летние твои. В Архызе проходят Олимпийские игры. В горах собрались школьники со всей республики, чтобы стать чемпионами и к победе примчаться на велосипедах от Владимира Путина. Репортаж Руслана Коркмазова. Наргиз в городе по утрам делала зарядку. Иногда. А здесь за пару дней на свежем архызском воздухе она так натренировалась, что стала претендовать на победу в туристической Олимпиаде. Тяжело было вот это все, олимпийскую дистанцию пройти? Ну, на самом деле, было интересно. Но и немного тяжело, но от этого еще более интереснее. Эти школьники участвуют в туристической Олимпиаде, потому что отдыхают в необычном лагере. Чтобы сюда попасть, надо в школе хорошо учиться. Лагерь в лесу организовал Республиканский центр дополнительного образования. Это тот самый центр, который проводит интеллектуальную Олимпиаду «Умники и умницы» на нашем телеканале «Россия-1», чтобы самые лучшие полетели в Останкино на федеральную программу к самому профессору Юрию Вязинскому. Удается ли справляться с детьми? Все-таки родители иногда не могут с своими детьми справиться? Легко и очень просто. Каждому ребенку, когда он сюда приходит, мы объясняем, что это спортивный лагерь, что здесь режим, и здесь правила, которым нужно подчиняться. Но у нас пока еще не было человека, которому бы не понравились и наши режимы, и правила, которые здесь есть. Правила здесь строгие. Первое – у школьников отбирают телефоны, чтобы ничего не мешало любить природу. Здесь интереснее, чем в городе жить. А вот чем, скажи, пожалуйста, многие твои ровесники сейчас смотрят тебя перед телевизором и никуда даже выйти из дома не хотят. Ну, здесь горы, мы в лагере делаем походы, очень красиво все. А как без телефона жить? Очень даже хорошо. Интересно. Ломки не было поначалу? Нет. А живут олимпийцы в олимпийской деревне, где создан такой комфорт, что даже комаров здесь нет. Вот апартаменты Дианы. Диана, скажи, пожалуйста, до этого лагеря ты когда-нибудь спала на природе? Нет. А как родители тебя так отпустили? С уютного дома? Я их упросила. А как это делается, скажи, пожалуйста? Как надо упрашивать родителей, чтобы отпустили девочку в лес? Ну, мой отец уже так спал, каждое лето ездил. И вот мама решила папе довериться. Папа говорит, отпусти, и меня отпустили. В этом лагере самое приятное правило – в обед спать запрещено. Поэтому с утра до поздней ночи школьники куют олимпийскую победу. А за 10-дневную лагерную смену они три дня ходят по горам и устраивают там пикники. А в лагере вкусная и полезная еда. В еде, например, что изменилось в твоем удобстве? Можно ли жить без чипсов, колы и всего прочего, что ты в городе употребляешь? Или там этого не употребляешь? Да, конечно, в городе употребляю, но жить без этого все равно. Очень даже лучше. И для моего пищеварения. И мне самому от этого хорошо. То есть у тебя пищеварение изменилось? Ну, как сказать, мне лучше от этого. А в чем это выражается? Живот не болит? Да. В Архазине солнцепеке жарко, но в тени все-таки прохладно, потому что здесь гора. В этом экологическом лагере все сделано на высшем уровне. И возникает вопрос, за чей счет этот праздник жизни? Этот олимпийский лагерь финансирует Министерство образования Карачаева Черкесии. Газконтракт исполняет предприниматель Абдул Джанкезов. Отдых для умников и умниц совершенно бесплатный. Весь туристический инвентарь закуплен по федеральным и республиканским программам. А велосипеды для школьников достались по наспроекту образования. Так сказать, от самого президента Владимира Путина. Мам, привет! Руслан Куркмазов, Али Бостанов, Олимпийские вести Зархыза, Карачаева, Черкесия. И возвращаясь к жаркой июльской погоде в Карачаево-Черкесии, с повышением температуры воздуха увеличилась и продажа мороженого, и прохладительных напитков. Многие спасаются от зноя, сидя у водоемов и в парках. Жара может негативно сказаться на здоровье детей, пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. И все же, как горожане спасаются от жары? И что делать, если случился солнечный удар? В вечернее время выходим в парк, на аллейке, где много деревьев. Или дома сидим под кондиционером. Я руку разу переношу. Я же в среднем одежду. Там все жаркие. Ну, переносим, а что сделаешь? Найти тенек, укрыться, попить чего-нибудь холодненького, охладиться, мороженого поесть. Просто, чтобы не получить солнечный удар. Побольше жидкости надо пить, воду прежде всего. И находиться в помещении прежде всего. Как бы подальше от солнца, от прямых попаданий лучей солнца. Ну, я, во-первых, стараюсь по тенечку ходить. И, во-вторых, у меня зонтик, сами видите, как. Если человек в сознании, то ему необходимо оказать первую помощь. Заключается в том, что дать обильное питье. Если есть необходимость, обрызгать его водой. Вложить в вентилируемое хорошо помещение, чтобы он подышал более холодным воздухом. То есть это должна быть комната без доступа, наверное, солнечных лучей. Ну и все. А если без сознания, то дать, допустим, на шатурный спирт. Если без сознания, то можно сердечно-ликочную реанимацию оказать. Обильное питье. Если никаких заболеваний горла нет, то можно холодное питье и детям, и себе. Бежим, по возможности, в тени. Вот сейчас пришли, в тени сидим. Потому что душно. А с солнечного удара стараемся в тени быть. И не ходить по жаре. Но в основном, большинство одевают фуражки, головные уборы, легкие. Ну, некоторые не одевают, а тень, тень в тени. Спасение только в тени. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Хозяйка горы». Приятного просмотра и ждите вестей.